Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Мир вам и радость от Господа! Сегодня понедельник, 9 сентября, седмица-двенадцатая по Пятидесятница. С днем преподобного Пимена Великого! Преподобных Кукши и Пимена Постника Печорских в Ближних Пещерах! Святителя Осии Исповедника Епископа Кордувейского! Святителя Ливерия Исповедника Папы Римского! Преподобного Пимена Палестинского! Мученицы Анфисы Анфусы Новой! Преподобного Савы Венифальского! Священномученика Стефана Немкова Пресвитера и с ним 18 мучеников! Священномученика Павла Фокина Пресвитера! Священномучеников Иоанна Лебедева и Анна Смирнова Пресвитеров и преподобномученика Мефодия Иванова Игумена! Священномученика Александра Цицерова Пресвитера! Священномученика Владимира Соколова Пресвитера и всех чтимых святых сегодняшнего дня! И было в те дни. Пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн, разверзающийся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глаз был с небес. «Ты, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение!» Немедленно после того Дух ведет его в пустыню. «И был он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие!» «Под пущением грехов Иисус приходит ко крещению, ибо греха Он не сотворил, равное и не для получения Духа Святаго, ибо как могло Иоанново крещение даровать Духа, когда оно не очищало грехов, как я сказал? Но и не для покаяния идет Он креститься, поскольку Он был больше самого Крестителя. Итак, для чего же приходит? «Без сомнений, для того, чтобы Иоанн объявил о нем народу. Поскольку многие стекли с туда, то благоволил прийти, чтобы засвидетельствовано быть пред многими, кто Он, а вместе и для того, чтобы исполнить всякую правду, то есть все заповеди закона. Но поскольку послушание крестящему пророку, как посланному от Бога, было также заповедь, то Христос исполняет и сию заповедь. Дух сходит не потому, чтобы Христос имел нужду в этом, ибо по существу Он в нем пребывает, но чтобы ты знал, что и на тебя при крещении сходит Дух Святый. При сошествии Святаго Духа тотчас изречено и свидетельство. Поскольку Отец говорил свыше «Ты, Сын мой», то чтобы слышавшие не подумали, что Он говорит об Иоанне, сходит на Иисуса Дух, показывая, что это сказано о нем. «Небеса же отверзаются для того, чтобы мы знали, что они отверзаются и нам, когда мы крещаемся. Научая нас не унывать, когда после крещения впадаем в искушение, Господь уходит в гору на искушение, или лучше не уходит, а отводится Духом Святым, показывая через то, что и мы не должны сами ввергаться в искушение, но принимать их, когда они постигают нас. А в гору уходит для того, чтобы по причине пустынности места дьявол возымел дерзость и мог приступить к нему, ибо он обыкновенно нападает тогда, когда видит, что мы одни. Место искушения было до того дико, что там во множестве водились звери. Ангелы стали служить Ему уже после того, как Он победил искусителя. Все это в Евангелии от Матфея изложено пространнее. Услышав, что Иоанн предан в темницу, Иисус удаляется в Галилею, дабы и нам показать, что не должно самим вдаваться в искушение, а избегать их, когда же впадем терпеть. Христос проповедует, по-видимому, одно и то же с Иоанном, как то «покайтесь» и «приблизилось» к Царствию Божию, но на самом деле не одно и то же. Иоанн говорит «покайтесь» с тем, чтобы отклонить от грехов, а Христос говорит «покайтесь» с тем, чтобы отстали от буквы закона. Почему и присовокупил «веруйте в Евангелие», ибо тот, кто хочет веровать по Евангелию, уже упразднил закон. Господь сказывает, что исполнилось время закона. Доселе, говорит Он, закон был в действии, а отныне настает Царствие Божие, жизнь по Евангелию. Эта жизнь справедливо представляется Царством Небесным, ибо когда видишь, что живущий по Евангелию ведет себя почти как бесплотный, как не скажешь, что он имеет уже Царство Небесное, где нет ни пищи, ни питья, хотя оно, кажется, еще и далеко. Продолжение следует...